Эмоциональная, затягивающая, эпичная, не игра, а убийца Баттлфилд, Свинка Пеппа. И ребят, у меня для вас реально серьезный вопрос. Куда, а не мать его, делит Джорджа? Я не успокоюсь, пока не выясню, куда ты, свинота, делал своего брата. Они же не могли пустить его на бекон, а если пустили, то... Они тебя на бекон пустят, куда ты хочешь пойти, ты хочешь пойти на бекон, Пеппа? Нам не нужно идти, нам нужно сбежать, но для начала я все-таки попробую поискать Джорджа. Возможно, они не пустили его на бекон, и это будут для нас просто отличные новости. Так, надеюсь, они не добавили Джорджа в этот салат. Да я знаю, что это твой папа, я спал у тебя дома, он меня сюда привез, батя. Какой новый, друг, я спал у вас дома, батя, у тебя высшая степень склероза, ты меня привез сюда. Отец, алло, очнись, пожалуйста. Он меня пугает, если честно. Так, идем дальше. Джордж, живой, из динозавра. Боже, я переживал за тебя, Джордж. Джордж, расскажи мне, что они с тобой делали, где они тебя прятали. День спорта с игровой группой, я уже слышала про твою гонку. Да, я там победил, если что, не ваша свинота дочь, а я, я обогнал ее и пришел первым. Победила не дружба, победил я, победил Фокс, если вы вдруг не знаете. И Джордж, расскажи мне что-нибудь. Батя? Батя потерял очки? Мама, свинка. Что ты делаешь? Не трогай, мать, батя. Я нигде не могу их найти. Нет, папа, свин, не видела. Вон они за твоей башкой, мать, алло, очнись. Я их уже нашел, они за твоей башкой висят, кажется. Или там не очки? Ладно, у меня, если что, есть очки, я могу своими поделиться. Держи, батя, давай, вот так, опа. Как вам, хорошо меня видно? Я думаю, очень плохо. Окей, давайте поищем очки, но для начала я бы хотел поговорить с Джорджем. Да я знаю, что ты ищешь очки, батя, успокойся. Хватит повторять, у нас с памятью проблем нет. Джордж, расскажи мне, что они с тобой делали. Расскажи мне, где ты был все это время. А может быть, это не Джордж, а клон Джорджа. И пока батя не свел меня с ума, нам нужно побыстрее найти его очки. Да, там не очки, там всего-то какой-то рисунок. Так, куда же он мог деть очки? Может быть, он положил их в кастрюлю или выкинул в мусорку? Батя мог это сделать. Нет, там нет очков. Может быть, он случайно закинул их в холодильник? Я до сих пор хочу залезть в твой холодильник и посмотреть, нет ли там второго, Джордж, а? Давай поищем очки. Да, если мы их не найдем, всем будет абсолютно насрать. И где нам их искать? Сначала надо найти папины очки, а потом гулять. Да ты что, да мне насрать. Я реально ушел гулять. Мне реально насрать. Я просто свалил. Ладно, давайте все-таки найдем очки. Все-таки хоть какие-то задачи нужно в этой игре выполнять. Где же могут быть батины очки? Какого хрена они здесь вообще делают? Ладно, я их нашел. Давай вернем их папе. Давай мы пойдем с ними гулять. Во, прикол будет. Вот этот троллинг массовый. А если я с ними попробую пойти погулять, меня пустят? Они типа телепортируются обратно домой? Если да, то это недоработка. А я не могу выйти из дома. Ладно, придется отнести очки. Батя, только зачем? Батя пришел к нам в комнату, положил их на пол. Вы видели? Они идеально аккуратно лежали. И держи, батяне, очки. Надеюсь, ты счастлив. Папа, папа, мы нашли их. Мы нашли очки. Ты доволен, батя? Правда? Отлично, Пепа. В смысле, Пепа? Это я их нашел. Я. Да почему меня никто не ценит в этой игре? Ты хороший друг, Пепа. Все. Вот, все, я успокоился. Ой, фу. Попотешили мое тщеславие. Можем сваливать отсюда. Да и где Джордж? Да ну что ты будешь делать? Куда вы его опять дели? Я же говорил, это был не Джордж. Джордж сумасшедший. Он бы уже натворил какую-то дичь. Чего вам надо? Фу, вот оно. Вот вы где. Да я мимо тебя прошел, дурак. Мы отнесем тебя и твоего друга в ветреный замок. Мы едем гулять? Ветреный замок и очень высокая башня. Мы разглядим... Отличные новости. Вот увидишь. Ура! Чик, поехали. Вот это будет вики. Динозавры. Вот, видите, он больной на голову. Боюсь, там нет динозавров. Нет, зачем ты об этом сказала? Нет, он же теперь не поедет. Он устроит истерику. Динозавр. Давайте вы подождете нас в машине. У него беды с башкой. Это плохой кулон Джорджа. Я видел свинку Пепу. Джордж иногда разговаривает другими словами. Он не как Грут. Он не говорит только динозавр, динозавр. Он иногда говорит и другие слова. Ладно, так уж и быть. Поехали. Я, правда, никуда не шел. И вот они без меня даже никуда не поедут. Я могу просто свалить и все. Они останутся там. Это я ими управляю. И ладно, поехали в Ветреный замок. Я, если честно, даже не надеялся, что игра меня будет развлекать. И вы до сих пор дорогу не починили. Что же самое, что и вчера? Боже мой, чезуфриняя. Да мы в курсе, что вы ремонтируете дорогу. У нас память не... И как у рыбки. Да я помню. Хватит мне объяснять. Это город шизофреников, у которых склероз повсеместный. Да. Ладно, все, успокоились. Мы ведь еще много раз это говно услышим, так что сразу смиритесь. Я могу вот делать вид, что для меня это все в новинку. Типа, можно ехать по дороге. Понятно, спасибо. Надеюсь, они ее скоро починят, потому что я не хочу еще 150 раз ехать по этой дороге и слышать, что дорогу чинят. Офигеть. Вот это поворот. Так, ну что ж, мы, наверное, приехали в Ветреный замок. И вот было бы прикольно, если бы здесь была открытая карта, и мы могли сами путешествовать, куда нам взбредет. И добро пожаловать. Еще раз повторите, пожалуйста, а то я забуду. Повторите, пожалуйста, еще раз. С Пеппой и ее семьей приехали в Ветреный замок. Спасибо большое, дедуль. Без тебя б я не догадался. Я никогда не видела такого большого замка. Давай сойдем внутрь. Сверху открывается потрясающий вид. Я думал, там были какие-то развлечения, они реально приехали в Ветреный замок на вид. Серьезно? И все. Кто-нибудь даст мне монетку? Когда смотришь в телескоп, все кажется блин. Да ладно! Ты не хочешь осмотреть окрестносты? Еще как хочу, давай, осмотрюсь. Так, и как осматривать окрестносты? Узнаешь, это же наш дом. Да ладно! О, да, папа! Я вижу отсюда окно в своей спальне. Вот это да. Зумеры открыли телескоп. Кажется, там дом бабушки с дедушкой. И бабушка с дедушкой стоят рядом. Надо деду помочь. Знаешь, они могут нас... Сто процентов. Это вряд ли, Пепа. Мы ведь очень далеко от них. Геем дальше. Сегодня отличный день. Вот нормальная лица с нормальным цветом. А почему я так не выгляжу? И да, давайте сегодня сгоняем на пляж, если можно. Смотри, смотри! Я вижу маму... Она хочет удрать от вас как можно скорее. Так сказать, с***ся в облака. А можно меня отвезти на Снежную гору, чтобы я больше не мучился с этими шизофрениками склерозными? А мама крольчиха? Мы нашли в музей! О, видимо, это спойлеры всех локаций, которые есть в игре. То есть мы попадем на Снежную гору, попадем в музей. И да, там есть динозавры. Это потрясающе. Джорджа мы сто процентов возьмем с собой. Или клона Джорджа, я не знаю. А вот и Снежная гора. Вид потрясающий. Но там никого нету. Ну там кажется очень холодно. Да ладно? Но здесь мы уже были. Но там никого нет. Потому что сейчас не время игр. Картофельный город. О, боже мой! Туда нам надо! Это, мать его, картофельный город. Сегодня мы наслаждаемся веком зале. В смысле? Нет, мы едем в картофельный город. Батя, отвези меня туда срочно. Батя, Аня. Мама, папа! Мы можем скоро вернуться? Нет, это там пипец. Как скучно. Это просто башня. Хорошо, что тебе понравилось играть с телескопом. С телескопом не сомневаюсь. И что вы стоите ждете? Это очень весело. И с телескопа наверху можно рассмотреть много места. А вот какая мораль у всего этого? Они мне рассказывают о существовании телескопа и о том, как он работает? Ладно, знаете что? Пошли вы, я иду гулять. Почему я не могу идти гулять? Я хочу пойти на снежную гору. В картофельный город. Там гребаный картофельный город. Я хочу туда, мне туда надо. Если, батя, ты меня не отвезешь в картофельный мир, картофельный город, на картофельную планету, в картофельную вселенную, я очень разочаруюсь. Поехали. И мы опять будем ехать по этой дороге. Давайте еще раз спросим у нас дорога, что с дорогой. Давайте. В этой игре можно дойти до членовринии. А прикиньте, если она часов на 10-20, и вам каждые минут 5 будут это повторять. Что случилось, дорога? Я могу это пропускать? Я не могу это пропускать. Это какая-то шутка. Тут нет кнопки пропуска. Я должен терпеть это говно. Я должен смотреть, как носорога, долго, безостановочно. Какой кошмар. Дети же с ума сойдут. Эта игра для детей у детей невероятная. Память они у нас допомнят. Невероятные вещи. И вы им каждые 5 минут одно и то же пытаетесь говорить. Вы что, с ума там все подсходили? Ладно, буду считать, что это баг. Я, наверное, буду вырезать этот фрагмент. Просто знайте, что я стабильно каждую поездку на машине буду наблюдать гребаного долбящего носорога. Ну, а пока куда мы вернулись? А? А? Ну, куда мы вернулись? Алло? Дом Пепе. Точно. А еще раз повторить можете, а? Можно еще раз? А то я не расслышал. Дома. Точно, мы дома. Так, и что мы будем делать? Пеппа. Пеппа, может сходим к бабуле и с дедулей? Или пойдем поговорим с Джорджем? Получается, мы будем вешать картинки каждой локации, в которой мы были и выполнили там, видимо, какое-то задание. Мы отвезем тебя и твоего друга в ветреный зал. Нет. В ветреном зал. Нет. Мы разглядим весь зал. Нет, только не это. Да, пожалуйста, я просто хотел посмотреть на картинку. Нет, я вас умоляю. Динозавр. Отпустите, не надо. Нет. Нет. Никогда не видела такого большого зал. Видела только что, тупица. Ты не хочешь осмотреть окрестности? Нет. Мы можем скоро вернуться в ветреный зал. Нет. 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 Окей. Только что я выяснил, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не нужно нажимать на сраные картинки. Никогда. Это был ужасный урок. Я не могу пойти спать, к сожалению. Что здесь есть интересно? Давайте переоденемся в костюм пирата, чтобы показать бунтарский нрав. И пойдем отсюда посмотрим, что тут есть еще интересного. Можно, конечно, вернуться к деду и помочь ему с раскопками. Это будет интересно. И я с тобой даже не буду разговаривать. Ты что, запомнил меня? Привет, Пеппа. Вижу тебя новый звук. Отчего ты тогда ржал? С моего костюма пирата? Ты что, охренел, падла? Я тебя акулом скормлю. Будешь ржать над великим оператом. Чего? С чего? Ха-ха-ха-хаха. Шизофрения семейная. Вам бы к психологу обратиться. Давай, я выключу свет. Ты какие-то вредные книжки читал. Включи, пожалуйста, снова, чтобы я могла читать. Не-е-е, перестань читать. Мамуль, иди отдохни. Я могу поговорить с Джорджем? Видимо, не могу. Включать Джорджу телевизор я не буду. Пойдем тогда погуляем. Я только переоденусь. Все-таки мне как-то не вкатывает костюм пирата. Хочу костюм феечки. Вот он мне понравился. Где он? Нет, явно не костюм доктора. Да чё ты ржёшь, а? Чё ты ржёшь постоянно? Успокойся. Во, костюм феечки. У-у-у! У-у-у! Идём гулять! Мне кажется, за эти два видео по свинке Пеппи у меня IQ упал на 10 единиц. И почему я переоделся, а? Да, мы же их не навещали вчера! Точно! Наверное, нам опять нужно будет таскать сраных куриц. Да пошла ты, пойдём кататься на великах, а? Мы вроде не катались. Поехали. О, мы скатимся с горы, будем творить всякие бесчинства. Здорово, мать, не следи за нами, мы устраиваем бесчинство и экстрим. А ловим, так сказать, адреналинщика к вечеру. Нет? Куда мы приехали? О-о-о! Нормалёк! Я, наконец, уеду отсюда! Да ладно, повторите ещё раз, а? Можно вот каждый раз повторять по два раза. Куда мы приехали? Дед, сообщи мне, пожалуйста, куда я прибыл. Дед, без тебя я не догадаюсь. Дед! Где дед? Почему дед молчит? Что с дедом сделали? Здравствуйте! Я смотрю, вам тут очень весело. Просто пипец, как весело! Полетели! У-у-у! Отличный день, чтобы полюбоваться видами с воздушного шара. Мы с тобой согласны! Надеюсь, мы не будем просто сидеть и разглядывать окрестности, иначе это будет кошмарно и скучно. Ещё лучше мы будем разглядывать небо. А, мы можем здесь летать. Ну, хоть что-то. И... Зачем это? Почему они не добавили хоть каких-то мини-игр? Хоть чего-нибудь? Зачем они сделали однокнопочную игру? Это же так тупо! Ну вот те люди, которые играли во всякие игры по лунтикам, фиксикам и так далее, знают, что даже там есть мини-игры. Почему здесь их нет, я не понимаю Но мы прибыли на снежную гору Хоть что-то хорошее Может быть я закопаюсь и здесь меня больше никто никогда не найдет Не знаю Девительное дело Давай, потому что мне скучно Я хочу экстрима Может быть мы расшибемся в лепешку Так, давай мы должны успеть Пеппа, я без тебя пойду Да блин, я хотел без нее покататься Ну что ж такое-то И я не могу здесь двигаться и прыгать Конечно же, никакого экстрима Никакого адреналина И куда мы прибыли? Ты умеешь кататься на лыжах? Я не умею кататься на лыжах, я лиса С чего ты вообще взяла, что я умею кататься на лыжах? О, снеговик Я люблю снеговиков О, да, давай мы сделаем снеговика Дайте мне мини-игру Пеппа хочет сделать снеговика Все, что для этого нужно Вы найдете в снегу Снег для этого и нужен И не нужно ничего искать Ладно, вот эта вот часть нам нужна Ты че, дурак что ли? Шарик снежный Он нам нужен И вот второй шарик А-а, нужно по порядку Ну ладно, ну ладно Убедила А теперь второй шарик У-у-у-у-у-у-у Давай за вторым шариком. Чего мы стоим? Кого мы ждем? Потом нужно будет морковку в него воткнуть. А чем тебя не устраивает этот шарик? Будет такой небольшой снеговик. Ну вот. Она больная на голову. Все. Может быть ты сделаешь хоть что-нибудь полезное. Снеговика леплю я. Эти шары катаю я. За морковкой идут тоже я. А ты чем вообще занимаешься? Ты просто бегаешь и нихрена не делаешь. Я начинаю ненавидеть свинку Пеппу. Эта игра пропагандирует ленность и дебилизм. Так. Хватаем это все. В смысле? Ну там бусинка. Возьми ее во вторую руку. Тебе нахрена местный господь дал вторую руку? Воспользуйся ей, мать твою. Нет, мы сначала понесем ручки. А потом только носик или глазки, видимо. Или один глаз. Я не знаю. Руки ведь две. Если это один глаз, то это конечно будет тупо. Я надеюсь, что там два глаза. Иди за мной. Нет, это ты иди за мной. Потому что я иду в правильные места. Я беру правильные предметы. Я занимаюсь правильными вещами. Ты просто путаешься под ногами, Пеппа. Ууу. Нет, не было. Потому что я все делал. Вот если бы мы вместе все это делали. Играли в снежки параллельно. Было бы весело. Боже, шизофреники. Можете дурку, пожалуйста, вызвать. Она как раз к концу видео приедет. И поехали покатаемся на лыжах. И дайте я угадаю. Все будет то же самое, как и на веке. Все подойдут. Давай. Нет, я хочу оранжевые. Да дай оранжевые. Осторожно. Не спускайся с холма слишком быстро. Развлекайтесь. Она учит меня кататься. И да, все то же самое. Нажимаем на одну кнопку. Сейчас, догоню. Всего один палец. Нет, не догонишь. Я вот вообще отпущу. И мы остановимся. К черту физику. К черту гравитация. Все игры однокнопочные. Это идеальная игра. Игра моей мечты. Осмотримся. А как мы оказались здесь? Типа мы поднялись наверх, а теперь спустились. Мы должны отправляться домой и спать, видимо. Чем мы должны заниматься? Мы можем гулять по лесу. О, здесь есть коток. Ну, поехали. Обожаю кататься на коньках. Я не сомневаюсь. Ну, давай. Обожаю кататься на коньках. Так пошли, дура. Готово. Берем нужную обувь. И откуда здесь мама-то крольчиха? Она же вроде была на горе. Я хочу оранжевые. Они же у тебя есть. Ладно, постарайся ни с кем не столкнуться. Я надеюсь, мне дадут с кем-то столкнуться. Нет, не дают. Мне дают кататься только влево и вправо. Ох уж это безудержное веселье. Налево. Направо. Я уже слышу, как ко мне долбятся санитары. Это было так весело. Добавили бы в игру какие-нибудь секреты. Ящики с новой одеждой. Столько нераскрытого потенциала. Почему я должен все это придумывать? Они ведь эту игру делали, наверное, не один день и не два. Я вот в мобильные игры играл по свинке Пеппи. Они и то были более продвинутые. Там были комплексные механики, интересные мини-игры. А здесь все такое однотипное и шизофреническое. С абсолютно тупыми диалогами. Так. Мама-крольчиха, вези меня домой. С абсолютно той же кат-сценой, да? Отличный вид. У них даже говорят постоянно одно и то же. Мне кажется, если вы дадите ребенку поиграть в эту игру, и он пройдет ее до конца, он умом двинется, и вам придется потом его лечить. Еееей, летим обратно. У-уху. А если я поднимусь очень высоко? Они дают тебе подняться высоко. О, птичка. Привет, птичка. Интерактив. Что ты здесь делаешь? Птицы не разговаривают, больная. Видишь? Она пришла спеть нам песню? Я не знаю. Ты хочешь спеть, птичка? Она не разговаривает. Чик-чирик? Да, она делает чик-чирик. Даже свинка Пеппа ее понимает. Возвращайся поскорее. Ну, они как-то разбавили мое время. Удивительно, я думал, что они не смогут этого сделать, и мы падаем. А, и упасть нельзя. Ничего нельзя. Вы просто можете лететь, и все. И гранит дает вам никакого выбора, и мы, наконец, прилетели обратно. Вот это веселье. И только попробуйте под этим роликом собрать 10 тысяч лайков. Только попробуйте. Ха-ха, я не хочу записывать третью часть. Что меня будет ждать во время третьей части, я не знаю. Бабочка, такая красивая. Я ведь окончательно с ума сойду, если сделаю третью часть. Да давай за ней. А давай за санитарами. Ух ты. Вы не должны меня видеть. Дайте мне балаклаву. Я ее надену, чтобы вы не видели, как я с ума скажу. Надо же, тут везде мусор. О, хоть какая-то мораль. Мусорить плохо, а мусорить в лесу вдвойне плохо. Надо бросить ее в мусор. Да, давай приберемся. Хоть что-то хорошее сделаем сегодня. А что тут делает бабуля? Есть. Есть. И тут мусорка прямо рядом. Тут какое-то быдло было, потому что, ну, камон, тут полметра. Просто кинь в мусорку. Зачем ты кидаешь на пол? Все, мы прибрали весь мусор. Тогда идем дальше. Поехали. Боже, сколько тут мусора. Я должен тащить его обратно? Давай, хватай. Заметили? Она делает хоть что-то полезное. Меня это радует. Обычно она только мешается под ногами. Окей. А кто вообще здесь мусорит, если все такие радужные, прекрасные, добрые? Если мы все будем так поступать, лес будет чистым. Вот какая-то падла, какая-то крыса так не поступает. Опачки, что за следы? Чьи это следы? Ну, игра интерактивная, на самом деле. Если пойдем по ним, сразу выясним. Точняк. Откуда в тебе столько ума? Какие-то петушиные следы. Это вот петух загрязнил там все. Сейчас мы найдем этого петуха. Ну что, где ты, петушара? Может, это насекомые? Ты тупая? Ты видела насекомых? Этот след больше, чем любое насекомое. Боже, ладно. Просто идем дальше. Я почти уверен, что это какой-нибудь петушара. Что это? Как думаешь, чьи они? Петушины, идем давай. Она задает тысячу тупых вопросов. Так, ну. Может быть, это птица? Да, это петушок. Если ты не заткнешься, то я тебя заткну. А, это гусь. Уточка, точнее. Блин, они милые. Да, и вам привет. Ой, нет, только не ловите адскую ржомбу. Мама свинка, папа свин и Джордж. Приехали, чтобы устроить пикник в лесу. Супер. Они нас преследуют. Надеюсь, потом мы пойдем спать. Какой чудесный день, чтобы устроить пикник в лесу. Да, когда мы здесь прибрались. Давайте пойдем в хорошее местечко, чтобы сейс-кивал рядом. А может быть, это вы все засрали, а? Пока мы гуляли там с бабой и дедой. Вы приехали и засрали лес. А что если пойти туда? Вы там уже были. Там уточки. Там круто. Дайте угадаю. Там озеро. У нас хорошее место, правда же? Можно я возьму корзину, папа свин? О, эм, да, конечно. Что это ты так покраснел? Что случилось, папа свин? У тебя лицо покраснело. Я, эм, кажется, оставил корзину для пикника в машине. Действительно. Зачем нам для пикника корзина? Тогда нам надо за ней вернуться. Которой все. Может, вы с Пеппой вернетесь? Да, конечно. Нам же делать больше не хрен, как бегать туда-сюда. Надо помочь вернуться и забрать корзину. Спасибо, дед, что б я без тебя делал. Как бы я догадался, чем не заняться. Да, а можно еще повторить? Джордж, можешь ты тоже мне повторить? А то я тупой. С четвертого раза только понимаю. Идем обратно в машину. Дед, а можешь ты повторить, а? Угадай, че забыл батя, дед. Дед, а? Дед со мной не хочет разговаривать. Он меня игнорит из-за того, что я ему не помог. Я помог только бабке. Бабуль, привет. Я тут корзину стырю. Ого, сколько там интересных вкусняшек. Ну, погнали обратно. И я думаю, после этого этот замечательный день тоже закончится. Вот и корзина. Пахнет аппетитно. Спасибо вам обоим. Давайте-ка присядем. Ой, батя. Кажется, я слегка проголодался. Молодец. О, нет. Все, опять разрывную шутку словили. Только не. Опять у них конвульсии начались. Я же говорил, все. Очередной день в мире свинки Пеппы закончился. Это сюда и вуаля. Блин, ну я теперь тоже хочу есть. Я сегодня, кстати говоря, тоже ел сэндвичи. Причем абсолютно такие же. Это не бутерброды, это сэндвичи, женщина. Спасибо, спасибо. А ты что скажешь? Нравятся? Да, сегодня были просто потрясающие бутерброды. У меня такое лисо был. Боже мой. Что за звук из леса? Это утки-убийцы? Мама, можно мы их покормим? Конечно, можно. Мы могли бы, но кажется, остался только папин. Да не жалко, батя, давай. Папа, папа. Надо их покормить. Патя вечно остается без еды, хотя ему больше всех надо. А утки едят вообще вот это вот все? Я сомневаюсь, что утки любят помидоры. Хоть кто-то наелся. А мы еще и сыр, батя. Вот, сыр, опахавай. Ты-то всегда сытый. Плохо все эти сутки за 200. Опять разрывной поймали, боже ты мой. Так, а мы сегодня опять выселим Джорджа. Да их машина делась. Что за экшон происходит вечерний? Суета началась. Вы вечером вывезли детей погулять? У вас нормально все с башкой, нет? Какое чудесное место для кемпинга. А, Пепа. Я вижу, ты и твой друг уже здесь. А где родители? Привет, Пепа. Привет, друг. А, мы будем ночевать ночью здесь. Как много... Дети, дети, теперь, когда мы здесь, надо поставить палатки. Ладно. Нам нужен кто-то, кто будет собирать ветки для костов. Угадайте, кто же это будет? Ну, может, мадам Газель, мы соберем ветки. А можешь ты заткнуться хоть раз в жизни, чтобы я посидел спокойно? Чтобы развести костер. Следуй за Пепой и помоги ей раздобыть ветки для костов. А может, она сама пойдет ветки искать? Это она хотела искать ветки. Ладно, раз ветка. Нам нужно собрать много веток. Вот сюда. Нужно три веточки перенести. Два ветка. И надеюсь, ты перенесешь третью. Молодец, тащи сюда. Что есть? Сюда тащи ветку. Вот сюда. Молодец. Умница. Да боже мой, ну сходи сама за своими сраными ветками. Какого хрена я должен этим заниматься, а? Дай мне хоть одну причину. Пеп, похватай вторую ветку. Молодец. Надеюсь, что этого тебе хватит. Кладем. У, там шерстяной волчара снизу. Теперь вернемся к мадам Газель. Интересное у нее имя, конечно. Отлично. Давайте вы поставите палатку, пока я развожу костер. Ладненько, давай. Мы поставим палатку. Опа. Опять ничего даже нажимать не надо. Газель, я справился. Дети, сель сюда. О, теперь время интересных историй. Кто хочет послушать песню? Я! Я! Я не хочу слушать песню, я спать хочу. И не будет вам песни. Почему опять утро? Была же ночь или вечер. Вы помните? Сколько мы дней провели в этом лесу? А ну-ка. А переозвучивать на русском мы не будем. Насрать вообще. Клали болт мы на ваш перевод. Потрясающая песня. Можно это пропустить? Или я удавлюсь сейчас? Ладно, простите, но я это все вырежу. Я, конечно, потерплю это все, но я не буду вставлять целиком всю эту песню в ролик, иначе многие люди падут зря. Так, песня закончилась и мы, наконец, отправляемся спать. Неужели этот сумасшедший день закончится? Это был худший день в моей жизни. Определенно. Воу-хоу! Пеппа продрала глаза. И что было дальше, вы, возможно, не узнаете, потому что нужно собрать реально огромное количество лайков, чтобы я продолжил в этой играть и не сошел с ума. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был... СВИН!